Деревья, заборы, дорожные знаки, уличная реклама. Что только не падало в Омске этой весной. Всему виной ветер, который в этом году дует, кажется, сильнее и чаще, чем обычно. Штормовое предупреждение за последнее время объявили пять раз. Смена климата, глобальное потепление, вырубка деревьев. Ольга Качкурова узнала у экспертов возможные причины. Сильный ветер сорвал батут вместе с детьми. Ураган вырвал дерево с корнем, и оно упало на девятилетнего мальчика. Машину раздавило рухнувшим тополем. Каждую неделю группы в социальных сетях пополняются новыми отчетами о подобных происшествиях. Кажется, погода взбунтовала, и Омску грозят природные катаклизмы. Но нет. Синоптики утверждают, порывы ветра в Омске все те же, что и в предыдущие годы. К примеру, пять лет назад, в апреле и марте, в Омске было больше ветреных дней, чем в эти же месяцы текущего года. А вот сила ветра оказалась примерно одинаковой. От 15 метров в секунду до 17 в 2012-м. И от 16 до 19 метров в секунду в 2017-м. А вот май в этом году оказался в два раза ветренее, чем пять лет назад. Немнастных дней в этом году было четыре, а в 2012-м – два. Но сила ветра опять же не отличается. Кроме того, несмотря на штормовые предупреждения, которые этой весной объявляли уже пять раз, ураганного ветра, а таким он считается, если скорость переваливает за 25 метров в секунду, так и не случилось. Впрочем, есть как минимум две причины, почему омичам, несмотря на уверение синоптиков, кажется, что в Омске задувает сильнее. Первое – так называемый эффект сквозняка. Это как в квартире. Если открыть окна в разных комнатах, в помещении появляется движущийся поток воздуха. На улице, между высокими зданиями, расположенными друг против друга, эффект получается тот же. И даже если ветер в принципе не очень сильный, то в такой воздушной трубе скорость порыва может вырасти многократно. Московский ураган в мае 2017-го, в результате которого погибло 16 человек и около 170, получили ранения, стал таким разрушительным. Именно из-за эффекта сквозняка, говорят эксперты. Сила ветра достигала 30 метров в секунду. И где-нибудь в Саратове такую погоду и не Настем бы никто не назвал. Конечно, Омск не Москва, да и эффект сквозняка появился не вчера. Но раньше его глушили деревья. Те самые тополя, которые сейчас активно вырубаются в рамках компенсационного озеленения. И еще один немаловажный фактор, тоже касающийся вырубки деревьев. В городе стало больше пыли, которая раньше оседала на тех же тополях и яблонях. И частично ими перерабатывалось. Как результат, несмотря на то, что в течение весенне-летнего периода в этом году из города уже было вывезено 30 тысяч тонн пыли и песка, в Омске что не ветреный день, то песчаная буря. Впрочем, как бы не было ветряно в Омске, больше 28 метров в секунду у нас дует редко. А это практически штиль в сравнении, например, с австралийским островом Бароу. Это самое ветреное место на планете. Здесь порывы до 133 метров в секунду. Кроме того, в топе значится штат Оклахома США с его знаменитыми торнадо. Скорость ветра 125 метров в секунду. В Антарктиде зафиксировано рекордное значение 55 метров в секунду. Субтитры создавал DimaTorzok